Но я сейчас, кстати, покритикую тоже, да, потому что не все так хорошо, как хотелось бы. Вот то, о чем мы говорим по поводу пиар-составляющей, по поводу того, что Владимир Зеленский набирает. Да, но он подходит сейчас уже к критической точке вот этого периода, когда можно с этим играть. И приближается время, когда, если он хочет стать реально успешным президентом, показать результаты, войти в историю, а в том же интервью, ну, единственном большом интервью, которое он давал тогда Диме, он сказал, что да, я хочу, чтобы моим именем называли улицы, я хочу, чтобы памятники стояли. Кстати, ни один из президентов так в открытую не признавался в этом, все как-то там скромничали. Он сказал да. Так вот, если он хочет действительно войти в историю, то ему уже нужно будет действительно менять вот эту первую команду, которая не всегда со знаком плюс и которая не всегда профессионально в вопросах, которые вот он сейчас у него стоят на повестке, если он не позовет к себе профессионалов, то, к сожалению, результаты будут хуже, чем мы все надеемся. Но он позовет, я думаю, потому что помаявшись с непрофессионалами и с людьми, чересчур амбициозными, за амбициями которых нет внутреннего наполнения, он быстро разберется с этим, я уверен, он уже все понимает. И я думаю, что весной нас ждут реальные перестановки и политическая карта страны очень изменится.